МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество безработных по сравнению с прошлой неделей уменьшилось на 11 человек. Работу по-прежнему продолжают искать 610 жителей округа. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 2,6 человека на вакансию. Об этом доложил руководитель Центра занятости населения НАУ Руслан Волосков, отвечая на вопрос главы региона о ситуации с трудоустройством граждан. Сегодня в Центре занятости зарегистрированы 322 вакансии. По словам руководителя организации, за минувшую неделю произошло увеличение количества вакансий, которые были предоставлены работодателями Нарьинмара. Мы выяснили ситуацию, что некоторые работодатели вакансии придерживают. Поэтому, пользуясь ситуацией, обращаюсь к руководителям учреждений. Сегодня ситуация очень тяжелая. Все вакансии должны быть представлены в службу занятости населения. По состоянию на 9 марта компании-недропользователи предоставили в Центре занятости 89 вакансий по 44 профессиям. На свободные рабочие места пока никто не трудоустроен. Ищут работу жители региона и через Департамент природных ресурсов, экологии и АПК. В пятницу поступило письмо с просьбой оказать помощь для устройства 33 сотрудников, которые были сокращены в следы с тяжелым условием. Вчера были направлены во все компании-недропользователи письма с предложением оказать содействие. Глава региона Игорь Кошин поручил организовать межведомственную рабочую группу по вопросам трудоустройства местных жителей, подготовки и переподготовки специалистов в соответствии с теми специальностями, которые сегодня востребованы в регионе. В состав группы войдут специалисты Департаментов образования, труда и социальной защиты и представители Центра занятости. Номинальная среднемесячная заработная плата в регионе в 2015 году выросла на 8,4% и составила 70 984 рубля. Между тем, реальная средняя зарплата, очищенная от инфляции, снизилась в прошлом году на 4,5%. Такие данные приводят на сайте территориального органа Росстата по Нинницкому округу. Так откуда же берутся такие нескромные суммы, из чего складывается средняя заработная плата, на что она влияет, а главное, как к такому высокому показателю относятся местные жители, выясняла наша съемочная группа. Федор Чупров работает в Доме культуры деревни Лабожская. Таких сумм, как средняя заработная плата по региону, в глаза не видел. Зарплата молодого человека в 3,5 раза меньше. У меня зарплата 16-20 тысяч максимум. А как вы считаете, откуда берутся такие суммы? Я даже узнать не могу. Другие прохожие, которые попали в поле зрения нашей видеокамеры, высказали свои предположения о том, откуда берутся средние по региону 70 тысяч рублей. Как вы считаете, получают у нас столько? Срабатывают в регионе? Конечно нет. А как вы считаете, сколько реально цифра? Какая средняя заработная плата? Средняя 30. А вот как вы считаете, откуда берутся тогда 70 тысяч рублей? Как складывается? Наверное, депутатов. Я думаю, зарплата средняя, 1040 на население простого я имею в виду. А вот за счет чего тогда? За счет руководителей. Считаете, много у нас руководителей, чиновников? Много? Достаточно. С такими зарплатами статистика показывает. Недоумения жителей Наринмара вполне обоснованные. Зарплаты большинства явно не дотягивают до средней по региону. По мнению горожан, статистику завышают чиновники и нефтяники. Самые высокооплачиваемые сферы занятости. Кстати, вопреки бытующему мнению, самую большую среднюю заработную плату, согласно статистике, получают отнюдь не в нефтяной сфере. Чуть больше 135 тысяч рублей зарабатывают в рыболовной отрасли. Более 95 тысяч на госслужбе, в нефтянке и геологоразведке. Далее в порядке убывания идет сфера здравоохранения и предоставления социальных услуг со средним заработком в 63 тысячи рублей. В сфере культуры и спорта 58 тысяч, в образовании чуть меньше 56. В сельском хозяйстве отрасли, которые в регионе уделяют все больше внимания, средняя заработная плата чуть превышает 30 тысяч рублей. Так откуда же берутся такие суммы и как находится средняя заработная плата? Ответ прост. Среднюю заработную плату по отраслям и по региону работники статистики находят путем несложного математического действия. То есть берется по дням работы средне списочной численности. Это ваш каждый бухгалтер отчет составляет. Далее берется фонд отчисленной заработной платы. Эти данные представляются в органы статистики. Органы статистики формируют эти отчеты по отраслям и в целом по округу. В данном отчете указывается численность работающих, фонд оплат труда и, соответственно, средняя заработная плата будет уделение фонда на численность. Напомню, среднемесячная заработная плата в Ненинском округе в 2015 году по полному кругу организаций составила 70 тысяч 984 рубля. Так для чего же нужен этот показатель, если он не отражает реальные ситуации по заработной плате в регионе? Это цифра, к которой мы стремимся для оценки обеспечения бюджетных организаций заработной платы. То есть средняя заработная плата у нас в соответствии с указами президента 12 мая это тот рубеж, который мы пытаемся достигнуть для обеспечения оплаты труда в бюджетной сфере. Согласно указам президента, зарплаты бюджетников в регионах должны быть соизмеримы со средним заработком в каждом отдельно взятом субъекте. В соответствии с дорожными и отраслевыми картами среднюю заработную плату сегодня должны получать педагоги, работники культуры, медицинский персонал, социальные работники. Заработок врачей, согласно указам, к 2018 году должен соответствовать двойной средней зарплате по региону. По словам Нины Льсимяшкиной, средняя заработная плата, так же как и доходы населения, характеризуют уровень жизни, который необходимо повышать. В государственных унитарных предприятиях Нинецкого округа установлен единый подход к оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий. Единый подход устанавливает четкую взаимосвязь доходов менеджеров окружных предприятий от результатов финансово-хозяйственной деятельности вверенной им организации. Документом определено, что зарплата руководителей будет складываться из базового оклада и повышающего коэффициента сложности управления предприятием. Тот, в свою очередь, напрямую зависит от количества обособленных подразделений предприятия, численности работников, потребностей населения в оказываемых предприятиям услугах. Суть состоит в том, что на сегодняшний день система оплаты труда настолько разнится в предприятиях, что даже механизм установления этой оплаты на сегодняшний день не всем понятен. Мы же в своем акте постарались сделать максимально прозрачный механизм, максимально зависимый от показателей эффективности деятельности предприятия и, соответственно, мотивации руководителей для успешной работы своего предприятия. Базовый оклад мы установили для расчета оплаты труда руководителей в размере 31 680 рублей. Это единый для всех оклад руководителей предприятия. По мнению разработчиков документа, изменение подхода по оплате труда с определением четких критериев будет мотивировать руководителей к безубыточной и результативной деятельности предприятий. Принятие документа стало следствием продолжающейся в Ненецком округе реформы системы оплаты труда с учетом принципов эффективного контракта. Ранее внесены соответствующие поправки в окружной закон об оплате труда работников государственных учреждений региона. Глава региона Игорь Кошин отметил, что аналогичные меры по внедрению единого подхода к оплате труда руководителей необходимо разработать и в отношении окружных акционерных обществ. Кроме того, глава региона поручил отрегулировать вопрос по количеству заместителей руководителей предприятий как на региональном, так и на муниципальном уровне. Новые возможности открылись для бизнесменов Ненецкого округа. Фонд поддержки предпринимательства будет выдавать микрозаймы, а также предоставлять финансовые гарантии банкам при оформлении кредитов. С переходом полномочий по содействию развитию предпринимательства с муниципального на региональный уровень окружные власти впервые смогут предоставлять такие виды поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. О микрозаймах и новых возможностях расскажет Любовь Пермякова. Один из видов бизнес-поддержки микрозайм будет предоставляться 16 марта этого года. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, сейчас у фонда есть все полномочия для осуществления данных функций. Мы очень длительное время проходили лицензирование, получили лицензию на осуществление. Это банковская операция, поэтому, в принципе, на выдачу этих микрозаймов. И сейчас уже технически полностью готова. Инфраструктура для этого создана. Микрозайм будет предоставлять фонд поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ненецкого округа, и не имеющих задолженности по налогам и другим обязательствам. Микрозайм – это такой же кредит, но процедура получения этого кредита, сроки рассмотрения этого кредита и, в общем-то, процентные ставки, они довольно-таки очень мобильные и легкие. Вот, например, ставки у нас будут по продуктам от 6% годовых до 10%. 10% – это на продукт на доверие. Это для тех предпринимателей, которые у нас уже наработают кредитную историю и могут взять без поручительства, без залога микрозайм до 200 тысяч на год. А так, сроки предоставления микрозаймов у нас от 3 месяцев до 2 лет. Минимальная сумма по любому виду продуктов – это 100 тысяч, максимальная – миллион рублей. Кроме микрозайма на доверие, комитетам инвестиций, фондам развития предпринимательства и департаментам финансов разработаны несколько видов программ, для которых действуют разные условия выдачи. Так, по программе «Старт» срок предоставления микрозайма составит от 3 до 24 месяцев включительно с даты перечисления денежных средств на расчетный счет заемщика. Такие же сроки установлены для программ «Старт» и «Фермер». А для микрозаймов «Бизнес, Инвест» и «Новотех» сроки составят до 36 месяцев. Если микрозайм будет предоставлять непосредственно сам фонд, то в другом виде поддержки гарантий при заключении кредитных договоров фонд выступит поручителем перед банками, в которых предприниматель берет кредит. Гарантия – это, например, вы, предприниматель, хотите получить кредит в банке. У вас нет залога. Это, как правило, беда наших предпринимателей, когда нечем обеспечить кредиты. Банк не дает, как правило, кредит. Поэтому в качестве залога на половину кредита выступает поручителем наш фонд. Такие поручительства заменяют часть залогового обеспечения и являются дополнительным преимуществом при получении займа. Это своеобразная гарантия того, что если заемщик не сможет платить по обязательствам, их возьмет на себя гарантийный фонд. Для каждого вида программы предусмотрен свой пакет документов, с которыми можно ознакомиться на сайте фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа. В Ненецком округе объявлен конкурс социальных проектов среди НКО. Всего на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в окружном бюджете на 2016 год предусмотрено порядка 10 миллионов рублей. Решение о предоставлении грантов и субсидий будет принимать специально созданная комиссия, учитывая критерии значимости и актуальности проекта, его экономической эффективности, профессиональной компетенции участника. Конкурс грантов проводится в рамках Года народного единства, объявленного в Ненецком автономном округе, в связи с чем особое внимание будет уделено проектам поддержки старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гражданской и творческой активности молодежи, развития физической культуры и пропаганды здорового образа жизни, а также инициативам по профилактике социального сиротства в регионе. Заявки на право получения грантов и субсидий будут приниматься в Департаменте региональной политики с 20 марта по 9 апреля. Бывшему начальнику Наринмарского гостехнодзора вынесен судебный приговор. Владимир Хозяинов, обвиняемый в совершении семи преступлений, в том числе получении взяток, приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 5 миллионов рублей. Если в течение 10 дней обвиняемый не подаст в суд апелляционную жалобу, приговор вступит в силу. Коррупционное дело Владимира Хозяинова началось весной 2015 года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в квартире подозреваемого и нашли десятки пятитысячных купюр и выписки с лицевого счета. Владимир Хозяинов хранил в банке 7 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги чиновник получил в качестве взятки. Экс-руководитель Наринмарского гостехнодзора за денежное вознаграждение подписывал документы. Сначала протоколы заседаний проверочной комиссии филиала Ухтинского университета об успешном проведении экзаменов инженерно-технических работников. Затем утвердил акт приема котельной детского сада на лесозаводе. Тогда в качестве подрядчика выступала архангельская компания «Теплогазстрой». Известна еще одна коррупционная история. По версии следствия, в ноябре 2014 года чиновник за энную сумму утвердил акт о расследовании группового несчастного случая с работниками Ухтинского филиала «Восток Геофизика». Компания не имела разрешения на производство взрывных работ, но проводила их. В одном из них пострадали два сотрудника. Они получили ожоги и травмы средней тяжести. Ухтинскому филиалу удалось избежать наказания и крупного штрафа из-за отсутствия сведений на разрешение взрывных работ в липовом документе. «Путем частичного сложения наказаний хозяину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 5 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжален суд неизкоавтономного округа». Судебный приговор – результат совершения семи преступлений, предусмотренных частями 1.3 ст. 290 Уголовного кодекса. «Это получение должностным лицом взятки и получение взятки за незаконное бездействие». «Он сейчас до вступления приговора в судебную и в законную силу направлен в следственный изолятор. Ну а если после вступления в законную силу, если он затвердится, то он будет направлен для отбывания наказания в том случае, если он вступит в законную силу». Дело хозяинного – не первый случай уголовного наказания коррупционеров. Бывший сотрудник ГИБДД в прошлом году был отправлен на 8 лет в колонию строгого режима. Евгений Ольховский возвращал водительские права нарушителям за вознаграждение. Ещё двое сотрудников Дорожной инспекции скрывали сведения о нарушениях правил на дороге некоторыми таксистами. Расследование этого уголовного дела сейчас находится на особом контроле прокуратуры. За взятки в особо крупном размере ждут наказания ещё несколько человек. Это экс-начальник управления имущественных и земельных отношений Ненецкого округа Николай Дроздов. Он сейчас находится под домашним арестом. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Сергей Савельев заключён под стражу. Обоим грозит от 10 лет лишения свободы. В отношении экс-генерального директора открытого акционерного общества Наринмар-Строй возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Александр Смирнов, обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента, совершённое в особо крупном размере. По версии следствия, генеральный директор, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную со строительством в личных интересах, не исполнял обязанности налогового агента. по перечислению в бюджет удержанного с апреля 2014 года по апрель 2015 заработной платы работников налога на доходы физических лиц на сумму более 15 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом мира по возмещению причинённого бюджета ущерба. Приказ Минсельхоза России, который обязывает производителей питьевого пакетированного молока оформлять ветеринарные сопроводительные документы в отношении каждой партии, не должен повлиять на цену реализации произведённого продукта. В Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО считают, что документ не повлечёт за собой роста цен на молоко, которое в частности производят ненецкие аграрии. Комментируя данную ситуацию, специалисты Департамента природных ресурсов отметили, «Дело в том, что, согласно утверждённому постановлению администрации региона, цены зафиксированы на одном уровне. Это позволяет производителям молока получать субсидии, а значит повышать цены не в их интересах». Заместитель начальника государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого округа Мария Струнгаров в свою очередь сообщила, что ветеринарные справки на каждую партию молока оформляются бесплатно, поэтому никакой дополнительной финансовой нагрузки не несут. Сопроводительные документы выписываются как в электронном, так и в бумажном виде. В печени и почках северного оленя обнаружены диоксины и тяжёлые металлы. Опасные вещества выявлены в ходе мониторинга управления окружного Россельхознадзора. После проверки пришлось уничтожить несколько партий печени и субпродуктов, подготовленных на продажу. Регулярное употребление таких продуктов вызывает онкозаболевание. Почему традиционная пища жителей Заполярья становится опасной для здоровья, расскажет Валентина Чибичек. Проверка безопасности и качества пищевой продукции – задача отдела Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому округу. Ежегодно федеральная структура отбирает пробы продукции, произведённые на территории округа – рыбы, молока и молочной продукции, говядины и оленины. В 2015 году на исследование отправили почки и печень северного оленя. В субпродуктах, заготовленных во время убойного сезона 2014-2015 годов, были обнаружены диоксины, кадмий и ртуть. Причём показатели намного превышали допустимую норму. Сразу при выявлении данных превышений информация была сообщена в госинспекцию по ветеринарии Ненецко-автомного округа и в хозяйство, которое производит данную продукцию. В отношении хозяйств госинспекции по ветеринарии Ненецко-автомного округа был введён режим усиленного лабораторного контроля. Также по результатам этих исследований остатки печени и продукции, которая была выявлена в превышении показателей, они были уничтожены в хозяйстве. Печень и почки оленя, которые считаются лакомством для жителей Тундры, источником гемоглобина для горожан и товаром для сельхозпроизводителей, пришлось сжечь в крематорах. Перед убойной кампанией 2015-2016 годов некоторые СПК делали проверку субпродуктов повторно. Так, СПК ХАРП при поддержке Государственной ветеринарной инспекции отправил пробы в Санкт-Петербург. Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Менделеева содержание диоксинов в печени выявил. Однако на этот раз вредных веществ значительно меньше допустимой нормы. С 2014 года, когда проводили убой, согласно рекомендациям, мы её сдали на анализ. Вроде там она не прошла тестовые испытания, да, посмотрели. До реализации убоя 2015 года нам было запрещено производить. Реализация была разрешена после проведения повторных исследований. В этом году печенька оператива ХАРП в продажу поступила. В магазинах мясокомбината это один из популярных товаров – недорогой, полезный и отечественный. Они нам выдали протоколы, им выдали протоколы. Вот, СПК ХАРП нам продал, ой, ничего страшного. Продал нам эту печень, две тонны. Вот, с серокопием протоколов, пожалуйста. Мы имеем полное основание, полное право торговать этой печенью, поэтому мы им пускаем в реализацию. Диоксины, согласно техническому регламенту Таможенного союза, значит, их исследования проводятся только в случае обоснованного предположения о наличии техногенной катастрофы. Понимаете, у нас не было никаких. Но, тем не менее, вот они сошли, нужно взяли и получили такие очень большие цифры. Теперь каждое хозяйство перед сбытом продукции будет проверять её на наличие диоксинов и солей тяжёлых металлов. Ведь регулярное употребление в пищу заражённой печени приводит к онкозаболеваниям. Поступая в организм, в первую очередь, они приводят к тому, что происходит перерождение нормальной клетки, идёт злокачественный рост. Первое – бич общества, это онкозаболевание. Второе – это идёт поражение всей эндокринной системы. Страдают как мужчины, так и женщины. Страдает, в первую очередь, щитовидная железа. А щитовидная железа – это фактически компьютер нашего организма. Частично уменьшить воздействие вредных металлов на организм можно. Для этого врачи рекомендуют есть северные ягоды, а также фрукты и овощи, богатые пектином. Этот полисахарид обволакивает тяжёлые металлы и выводит из организма. Однако перед большими дозами он бессилен. А это уже вопрос экологии. Диоксины в печени и почках оленей – следствие загрязнения почвы и воздуха. Больше всего их выбрасывают предприятия горной промышленности. Это показывает результаты того же исследования на Кольском полуострове. В горнодобывающем регионе содержание диоксинов превышает допустимые уровни в 6-7 раз. Кадмия – в 4-5, ртути – в 2-3 раза. Диоксины и фураны разрушаются при температуре свыше, по-моему, 1200 градусов. Если у них установки работают на меньшей температуре, то, соответственно, поступают в воздух диоксины и фураны. Но это не факт, что они оседают прямо здесь же и воздействуют на ягель. То есть это надо проводить комплексную оценку. Это ягель, да, он накапливает вредные вещества, как губка, да. Накопительный эффект может быть складываться там из нескольких лет производственной деятельности. В этом году Ростельхознадзор планирует начать мониторинг кормовой базы северных оленей. Ведомство уже направило письма в научный институт, Государственную ветеринарную инспекцию и Союз оленеводов округа. Это исследование поможет выяснить пастбище с зараженным ягелем, а в дальнейшем, возможно, и установить источник выбросов опасных веществ. На этом у меня всё. Это была программа «Итоги недели». Берегите себя и своих близких. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова